География Победы 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 нам образы жителей и защитников нашего города в годы Великой Отечественной войны. Авторы мемориального комплекса – это два известных ленинградских архитектора Валентин Каменский и Сергей Спиранский, а скульптурные композиции созданы для памятного комплекса Михаилом Константиновичем Аникушиным. Елена Витальевна, скажите, ведь именно здесь проводятся мероприятия в памятные даты? Да, монумент – это место паломничества в памятные дни, в дни скорби, в дни торжеств. Здесь регулярно проходят городские мероприятия, возложение цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда с большим, с участием большого количества людей, различных общественных организаций, ветеранов, молодежи, военных. И, конечно же, здесь, в памятном зале блокада, также проходят различные мероприятия с учащимися Санкт-Петербурга. Это и уроки мужества, и торжественные линейки, и самые-самые разные акции памяти, которые нацелены на патриотическое воспитание подрастающих петербуржцев. Елена Витальевна, я вижу названия городов-героев. Скажите, что они символизируют? Здесь действительно нет случайных деталей, случайных элементов. И плиты с названиями городов-героев, которые размещены при входе в памятный зал, это необычные детали, не просто знак единства нашей страны. Под каждой плитой захоронена капсула с землей, из обозначенного на плите города. И здесь, наверное, вот единство земли, единство всех городов-героев, которые были удостоены этого высокого звания, говорят о том, что страну удалось отстоять только сообща, только вместе. Спасибо, Елена Витальевна. Я хочу напомнить, что посетить мемориальный комплекс вы можете ежедневно. Монумент, так как он находится на открытом воздухе, в любое время удобное для вас. А памятный зал в любой день, кроме среды. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. И желаем вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok